Всем привет! Меня зовут Лиза, добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня мы с вами посмотрим на закрытый бета-тест карты Сибирьмап версии 2.4.0. Посмотрим, что новенького добавили в эту версию игры. Ну а в открытый доступ для всех эта карта выйдет 11 сентября, поэтому ссылочка на группу ВКонтакте есть в описании, чтобы вы могли перейти и точно ничего не пропустить. Я уже выбрала груз, который мы повезем, и сейчас на карте хочу вам его показать. Я поеду из города Челябинск в город Уфу, это у нас 593 километра, и как раз-таки вот она трасса М5, это одно из обновлений в этой версии карты, поэтому это абсолютно новая дорога, сейчас мы с вами на нее посмотрим. И в принципе, пока будем ехать, я вам расскажу, что еще у нас новенького. Так, где я еду? Нам сюда. Что еще новенького у нас добавили, собственно, в эту версию игры. Итак, фары включены, все включены. Мне бы здесь где-то как-то развернуться, потому что я стояла на парковке. А все, я уже поняла. Я уже поняла, куда нам надо выезжать туда. Дальше мы с вами проехать не сможем. Поэтому сейчас, а интересно, шлагбаумы рабочие или... О, шлагбаумы рабочие, ничего себе! Все супер! Так, поехали, поехали. Собственно, нам надо просто оказаться на трате, и все. Повезем мы с вами, скажу, везем мы с вами медицинские вакцины 5 тонн, так что у нас с вами очень важный груз, и ехать нам, как я уже показывала, рассказывала, когда показывала карту, ехать нам 593 километра. Но масштаб здесь, конечно же, не один к одному. Вот, масштаб здесь как в Евротраке, поэтому ехать мы с вами будем не супердолго, конечно, не как в суровой России, если бы я взяла груз на почти 600 километров. Но, тем не менее, достаточно приличное большое расстояние мы с вами проедем. Так вот, что же из нового? Как я уже и повторилась ранее, добавлена трасса М5 Урал, а именно участок дороги от Уфы до Челябинска. Как раз-таки та самая трасса, по которой мы с вами сейчас и поедем. Слушайте, столько всяких развязочек. Вот, смотрите, у нас Челябинск. Указатель на Челябинск. Ну как, это не указатель, это добро пожаловать в Челябинск. Так, а куда тут? Куда тут поворачивать потом? Сюда нам нельзя. Или сюда можно. Слу... Извините, конечно, я просто, видимо, очень умная. Я говорю, интересная развязка. Раз до меня не дошло, что мне нужно здесь сворачивать немножко, я заблудилась. Потому что первый раз действительно здесь еду, и, понятное дело, можно немножечко запутаться, учитывая то, что выедительских прав у меня в реальной жизни нет. Мне пока что позволительно так косячить, поэтому ничего страшного. Ну, слушайте, пока что... Пока что, конечно, прошло еще не так много времени. Мне пока что нравится. Я пока довольна, пока интересненько все. Очень много всякой растительности, баннеры рекламные. Слушайте, ну вон. Много домиков, много всяких построек. Но я так понимаю, это у нас все территория Петровский. Хотела сказать, что это все территория Челябинска. А здесь Петровский у нас уже заканчивается. Внимание, пешеходы. Копейск. Ну, слушайте, интересно. Достаточно самобытненько. Ну, так вот. На трассе М5 Урал. Участок от Уфы до Челябинска. Добавлены такие города, как Аша, Симь, Усть-Октав, Юрюзянь. Интересное название. Златоуст и Миас. То есть, как раз-таки, вот они, вот они, вот они. Все вот эти вот города, которые я только что озвучила. Озвучена. Только что озвучила. Так. Надо не пропустить поворот. Нам бы здесь надо съехать. О, Екатеринбург, 241 километр. Довольно близко. Но мы с вами, кстати, едем вообще в другую сторону. Мы с вами едем до Уфы. Так, 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 так. Осторожно, осторожно. Так же реализована наиболее важная часть интересных для этой трассы локаций. Слушайте, что-то вообще у меня сегодня и голос пропадает, хотя я вроде бы уже выздоравливаю. Прямо говорю, и порой голос начинает пропадать. Кто не знает, я болела, поэтому сейчас я уже иду на поправку. Так что извините меня за мой периодический хрипящий голос. Реализована наиболее важная часть интересных для этой трассы локаций, а именно стоянка у стелы Европа-Азия, трак-стоп у Бердяуша и Бакала, трак-стоп у кафе Магдан, обзорная площадка у города Сим и так далее. Но я думаю, мы сейчас как раз-таки с вами будем по этой трассе ехать, поэтому мы с вами увидим, что же у нас тут новенького, что у нас здесь есть интересненького. Может быть, что-то для себя подметим, отметим. Как мило, там какая-то даже пристань. Отель Сугояк. Заправочка. Ой, так мило на самом деле, мне вообще нравится. Тек-тек-тек-тек-тек. Создано десятки уникальных объектов высокого качества, то бишь это здания, кафе различные, разные стелы и так далее. Река Миас. Очень какая-то она скутненькая речушка. Интересно, в реальной жизни река Миас такая же? Маленькая. Так. Долгодеревенская. Ничего себе, какое название интересное. Ну, слушайте, красиво. Прямо-таки красиво. Я еще и еду-то в 2 часа дня. Светло, все видно. Это у нас что-то типа поселочка. Довольно-таки приятный, красивый. Эть-эть-эть-эть-эть-эть. Дубровка, Баландина. Там завод какой-то дальше. Так, я буду стараться ехать аккуратно, потому что... Но когда я смотрю по сторонам, конечно, меня может немножко занести, потому что я пытаюсь, конечно же, ехать и вам все показывать, ехать нам с вами еще долго, ехать нам еще много-много. Так, 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 так. Челябинск, Екатеринбург, Долгодеревенская налево. Выезд грузового транспорта ограничен было написано. Челябинск, 116 километров, Екатеринбург чуть-чуть побольше. О, какая красота! Смотрите, какие развязки. На одной развязке я уже заблудилась. Эть-эть-эть. Конечно же, что еще касаемо обновления 2.4.0, это то, что существенно отличается от прошлых версий, как раз-таки создание природных ландшафтов, то есть это горные участки, спуски, подъемы, выходы горной породы, реки, например, река Катав, Юрюзань, Ай и другие реки, мосты. Ничего подобного в предыдущих версиях еще как раз-таки не создавалось. Посмотрите, какая красота стоят тут, кого-то ловят. Так, нам надо перестроиться. Здесь в этот раз я уже не заблужусь. Хотя тоже довольно-таки интересные здесь дороги. Как вообще отмечает сам автор, для него это был самый сложный и самый трудоемкий отрезок разработки за все время его работы в редакторе. А, к слову, работает он более 5 лет. Поэтому я думаю, что именно этот участок карты реально можно оценить по достоинству. Ну, конечно, мы с вами еще даже не половину пти проехали, но, по крайней мере, я уже могу отметить, что действительно качественно и реально круто. Поэтому, ребята, если вы ранее еще не пробовали карту Сибирь-мап, то обязательно попробуйте, потому что это правда того стоит. Сразу видно, что разработчик старается, делает, очень тратит на это много времени и своего сил, как каких-то. Все силы свои, мне кажется, сюда реально можно потратить, потому что вы просто посмотрите. Реально очень круто, реально красиво. Так-так-так-так-так-так. Уфа, Ясаульский, 2 километра. Нам с вами прямо. Сколько мы проехали? Проехали мы где? Вот, смотрите, мы с вами даже толком море Челябинска еще не успели отъехать. Нам ехать еще 493 километра. То есть как раз-таки ровно сотню километров мы проехали. Вот так вот. Как раз-таки, что касаемо спусков и подъемов. Прямо сейчас вы можете на этом участке карты заметить, реально, сколько здесь вообще много этих подъемов, спусков. Слушайте, ДПСников вообще. Блин, здорово. И опять у нас подъемчик какой-то начинается. Так, и там впереди я вижу, нужно будет взвеситься весовой и габаритный контроль у нас сейчас будет. Но хотя меня могут и не заставлять проезжать на взвешивание. Блин, круто. Вообще круто. Впереди аварийно-опасный участок дороги. Железная дорога. Красиво. Прямо вообще красиво. Асфальт у нас здесь почему-то поменялся. Для большей... О, новая обзорная точка, ребят. Сейчас мы с вами как раз-таки на эту обзорную точку заедем. Троицк, Смолино, Курган, Челябинск, Москва. Так, нам сюда. И вот она, собственно, наша обзорная точка. Сейчас полетаем, посмотрим, чего у нас здесь. Еще чуть-чуть. Так. Катсцена. Поля. Указатели, баннеры. Папа, будь осторожен. И развязка, вон, смотрите, какая крутицкая, здоровская. Красиво. Правда, прям красиво. Ну да, есть по такой карте действительно приятно кататься. Она не выглядит какой-то недоделанной, какой-то обрезанной. Я еще ни разу не увидела где-то каких-то оборванных текстур, каких-то ям, каких-то черных внезапных пятен. Но пока что даже незаметно, что есть какие-то косички. То есть действительно катаешься, как будто бы это даже не модовая карта, а как будто вот разработчики сами оси взяли, создали. И такие вот, решите, катайтесь. Так, все. Разворачиваемся, значит. Посмотрим, дальше у нас будет еще какая-нибудь обзорная точка или нет. Тык-тык-тык-тык-тык. Хорошо, что много места. Таким, как я, удобно разворачиваться, не сдавая назад. Так, ну я успею. Это-то-то. Так, и нам сразу нужно сюда повернуть в сторону Москвы. Вот так вот. Так, посмотрим, будет ли у нас еще дальше какие-то интересные обзорные точки. Или какие-то, может быть, достопримечательности. Какие-то прямо такие важные запоминающиеся места. Так, Рено Тракс, кафе Урал. Круто, круто. Так. Оплата системы взимания оплаты Платона в счетовое замещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, федерального значения транспортными средствами. Что? Витаминный один. Я первый раз просто увидела это уведомление, и я немножко не поняла, что оно означает. Что какой-то, какой-то с меня какие-то деньги с меня возьмут за то, что я ущерб причину. Чебар-Кольский район. Что это означает реально? Не совсем поняла. Потому что первый раз с подобным столкнулась, поэтому, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, что означает вот это вот уведомление, которое мне пришло. Уфа 353 километра. Мне очень нравится, что реально много знаков, прям много указателей. Очень действительно проработано это все, что реально едешь, как в реальной жизни. Посмотрите просто, сколько указателей всяких, сколько всего. Так. И, конечно, красиво. Яланчик. Яланчик. Почему такое смешное название? Яланчик. А что там? Яланчик. Детский оздоровительный лагерь. Яланчик. Прикольно. Прикольно. Осторожно. Аккуратно. Впереди я вижу на навигаторе. У нас есть какой-то знак вопроса. Интересно, что там. Обзорная точка. Или... Или что? А, да-да-да-да. Обзорная точка, ребят. Сейчас мы с вами и туда заедем. Главное... Поворот не пропустить. Я так понимаю, это сюда? Так. Миас. Слушайте, мы уже до Миаса доехали. Так. Вот она, эта обзорная точка. Нам бы тут тогда повернуть. Ой-ой-ой, надеюсь, ничего не зацепим. Эть-эть-эть. Опа. Заглушаем. Миас 2. Смотрим. Прямо такие горы. Вот, видимо, то, про что говорил автор, как раз таки. Что много сил ушло на создание ландшафта. О, Стелла, красивая. Красота. Интересно, как создают вот эти обзорные точки? То есть, это как? Нужно летать со свободной камерой и показывать? Или... Просто, как бы, я, понятное дело, карты не создавала? И мне интересно, каким образом создают обзорные точки? У нас получится отсюда выехать, интересно, или нет? Просто мне как-то, знаете, хочется без пользования свободной камерой. О, красота. Так, осторожненько идти, идти. Ну, можно сказать, почти ничего не зацепило. Сейчас поедем. И всю, собственно, можем поворачивать. Супер, все, машин нет. Вот, как раз таки, вот это вот Стелла, Миас. Стелла, Миас, основан в 1773 году. Красота. Красота. Так. Кучалы. Ты понимаю, городочко или какой-то поселок? А почему ты у нас ДПС стоит прям... Ну, хотя... Ощущение, будто оно немножко переехало эту линию. Или она прям в упор на ней встала. Встала. Я сегодня путаю слова. Видимо, знаете ли, болезненщик дает себе знать, наверное. Опять речка. Такая какая-то маленькая-маленькая. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик. И здесь у нас ограничение 60 вообще. Наверное, потому что рядом жилые дома где-то же стояли. Наверное, поэтому ограничение 60. Тик-тик. Ну, конечно, хотелось бы ехать побыстрее. То знаете ли, нам ехать еще 409 километров. Если мы будем ехать со скоростью 60 километров в час, мы так, наверное, только к вечеру приедем. Напоминаю, если вдруг кто-то забыл, я везу медицинские вакцины 5 тонн из Челябинска в город Уфа. Тут у нас две полосы. Можно перестроиться. Так, вот так. Знаете, я... О, здравствуйте, встречка. Больше молчу сегодня в этот раз, потому что я первый раз сама же смотрю на эту карту, на этот новый участок дороги. Я смотрю, вижу его впервые, поэтому я когда молчу, это я рассматриваю вместе с вами. Потому что реально много-много тут интересного. Машинка впереди похожа на какую-то старую BMW. Знаете, это вот мое любимое занятие. Просто едешь, смотришь на вот эти машинки и думаешь, какая же это марка. А, кстати, мне вот интересно. У СС, СКС, СС, как правильно вы сами решите, у них есть лицензия на использование марки Рено. Допустим, мы можем взять грузовик Рено, и на нем прямо-таки будет написано, что это Рено. Не какое-нибудь там репо или что-нибудь другое, типа закос под Рено. Но почему тогда, когда здесь проезжают машинки, которые похожи на Рено Дастер, которые прямо закос под Рено Дастер, почему на них нету значка Рено? То есть на грузовых машинах есть прямо официальный значок Рено, а на легковушках нет. Хотя, казалось бы, очевидно, что это Рено. Я чего-то не понимаю, чего-то не знаю. В общем, на самом деле, мне кажется, интересный вопрос. Златоуст Уфа, но нам с вами прямо, нам с вами сворачивать до Златоуста не надо. Мы же с вами в Уфу все-таки направляемся. Что-то интересненькое здесь, эть-эть. Интересно, почему остальные свернули там, а вот эта машинка передо мной решила здесь повернуть. О-о-о, посмотрите, какие дороги тут проселочные. Слушайте, реально очень проработан ландшафт, это прям действительно заметно. Прямо разные типы деревьев стоят. Не просто так наобумно тыкано. Посмотрите, вон какой-то у нас тут небольшой горный массивчик, какой-то подъем, какие-то камушки. Тык-тык-тык, аккуратно, 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 аккуратно. Какова красота! Ё-моё, река Ай! Ай, какая красивая, наверное. Да? Поэтому называется Ай! Слушайте, ну реально красота. Я тут немножечко съезжаю на обочину, потому что, когда едешь вот с таким вот видом камеры, не всегда удобно чувствовать свои габариты. Эть-эть-эть. И где мы сейчас сами едем? Златоуст. Златоуст, какое красивое название у города. Интересно, почему Златоуст называется Златоустом? Вот кто живет в городе Златоуст, или кто знает историю, напишите, почему Златоуст назвали Златоустом? Посмотрите, ну очень же прям мусорка, мусорка стоит. В реальной жизни не везде мусорки стоят на трассе, а здесь, здесь есть. Ну вообще, прям красота, красота. Так, дальше у нас опять я вижу значок вопроса. Я надеюсь, что это снова обзорная точечка. Я думаю, можем съехать здесь. Златоуст, вон даже у нас написано. Ну слушайте, ну вообще, красота, одно удовольствие по этой карте кататься, ну действительно. Тык-тык-тык-тык. И любуемся, любуемся на красоту. Ну красиво, прям вообще. Мне нравится, что здесь прямо таки много деревьев, и они все разные. Много подъемов, много спусков. Центр активного отдыха Евразия. Красота, ну вообще красота. Красота, 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 красота. Красота красите, я уже не знаю, сколько раз я это сказала. Пегас, как это мило. Так, и все. Мы посмотрели. Можем выезжать. Так нам, конечно, надо опять тут разворачиваться. Так, понимаю, выезд у нас только отсюда. Мы, кстати, с вами же поедем в Уфу. А Уфа, это у нас столица же республики Башкортостан. А я знаю, что чем ближе ты едешь к Башкортостану, точнее, в окрестностях уже, тем заметнее меняется пейзаж. И тем больше становится различных, как раз таки, гор, каких-то таких вот каменных насыпей всяких, горных подъемов, спусков. И действительно, в республике Башкортостан очень красивые пейзажи, очень красивая местность. Ну вот, Златуста, это вроде бы еще не республика Башкортостан. Башкорто... Башкортостан. Я раньше говорила как-то Башкортостан. Короче, я путала, потому что мне казалось это название сложным. Но сейчас я говорю правильно. Башкортостан. Башкортостан. Садкинский район. Вот. В общем, да, вот так вот. Поэтому я очень надеюсь, что чем ближе мы будем подъезжать к Уфе, тем еще более красиво должно у нас становиться. Потому что я знаю, что там виды, вот когда на поезде едешь, когда смотришь, виды просто нереальные. Виды просто дух захватывают, особенно речки всякие. Красота, красота. Ой, какова мельница была милая, вы видели? Ну, слушайте, вообще... Реально, вот сейчас сколько я проехала? Почти половину пути я проехала. И вот сейчас я уже могу сказать, что карта реально очень проработана. Очень детальная садка. Все написано. Основан в 1758 году. Графом Александром Сергеевичем Строгановым. Красота. Берегите лес от пожара. Вот так вот. Поехали, поехали. Уфа, Юрюзянь. Река Чёрная. Река Чёрная. Река Чёрная. Река Чёрная. Ну, грязненькая. Да, почти Чёрная. Согласна. Река Чёрная. Тишина. или же на клавиатуре то я скажу что конечно же на руле я всегда ли играют на руле ой ну какая милота просто но слушайте ребят на вообще это очень красиво ну прям очень и мне кажется что вот такой участок дороги его даже не стыдно поместить в dlc сердце россии потому что мне кажется что реально сделано на уровне самих разрабов я нахваливаю чисто потому что это мое мнение и мне нравится если бы мне не нравилось да если бы я видела какие-то косяки какие-то там недочеты если бы мне чего-то не хватало вы знаете я всегда об этом говорю и всегда говорю рассказываю если что то не нравится высказываю свое мнение если бы я что-то добавила как-то поменяла или там заметила бы какой-то косяк но конкретно здесь мне нравится все вот реально так опять у нас тут какая-то стояночка силы ты такое карандашик магазин констоваров самовары унты красота тут чё покушать но ребята посмотрите просто ну это же очень хорошо это очень очень хорошо сделано вы посмотрите в ту сторону что там у нас такое раз туда не повернули так куда куда вот сюда у нас городок городок юрию зя не я не знаю я правильно читаю или нет посреди как сделал как это мило здорово вообще вы посмотрите как тут много домов вообще красота очень я же говорю проработан реально проработана много всего много интересного река юрию зя не юрия юру заны юрия не вы смотрите там кто-то с палатками типа остановился ой ну вообще боже мой я вы знаете и туда и обратно бы ездила просто по этой трассе и всю дорогу бы причитала как красиво красиво не опять начинается какой-то непонятный насморк кто не знает я болела было подозрение на ковид но результат из поликлиники так мне никто и не сообщил вот хотя у меня брали тест на коронавирус включи пониженную передачу посетите поля вот прям едешь и молчишь потому что просто залипаешь на это все а вот что я говорил это по поводу болезни конечно температуру уже нету головной боли нет но осталось слабость и порой кашель пусть катав основан 1758 году красота как какова красота даже туалет стоит на остановке кажется в реальной жизни не везде туалет на остановке есть вообще далеко не везде снова она здесь магазинчики река катав катал о смотрите и здесь тоже люди останавливают но с такими пейзажами то грех не остановиться действительно вот сюда бы какую-нибудь обзорную бы точку засунуть мне кажется вот здесь должна быть какая-то обзорная . а вот я вижу как раз впереди вроде бы есть обзорная . я надеюсь что она захватит реку вот эту катав и она покажет вот эти вот окрестности потому что очень красиво и было бы круто взглянуть на нее с обзорной точки да это обзорная . мы здесь сейчас повернем так так нам с вами сюда у право на встречу случайно так и сюда я так понимаю да главное не заблудиться так и где где а вот она вот она наша обзорная . все мы с вами все обзорные точки посмотрим все я хочу чтобы показали речку катав ее надо показать что это очень красивая вот вот про что я говорила все хорошо красиво еще и вроде бы закатка будто бы какой-то начинается хотя я выехал в два часа люди он здорово какая красота вообще дизельное топливо 48 рублей надеюсь я правильно поняла стелла опять же красиво такая знаете ржавая и на как в реальной жизни и выезжаем все супер мне нравится что во всех местах где стоят обзорные точки нету какой-то прям сильно большой проблемой выехать лично для меня потому что я же понятное дело но не супер купер водитель и мне нравится что много места что не какой-то узкий закуточек откуда потом только либо задом сдавать либо свободной камеру езжать но и что действительно можно как-то спокойно взять и уехать развернуться сим аша уфа аша вроде бы река аша есть красота красота обязательно напишите мне тогда можно прямо сейчас можно после просмотра ролика напишите в комментариях заинтересовала ли вас данная карта хотели либо вы на ней прокатиться будете ли вы ждать официального выхода этой карты 11 сентября до слушайте уже солнце садится слушайте наверное если сейчас станет слишком темно я перемотаю временно пораньше конечно я могу потерять при этом груз на смысле что я заплачу нему стойку вот за то что я поздно приехала но мне хочется просто ехать по светлому на хотя 202 километра осталось и тем не менее приеду когда я уже будут потемки мне как-то не хочется в потемках ехать мне хочется смотреть хочется вам показывать что впереди пельмени баня ерал мотель круто круто ну прям вообще ну прям вот реально разработчик этой карты большой молодец потому что вы так вот запариться и вот так вот такое красивое создать место это действительно нужно много сил на такое окна сюда на закате собственно город сим лес и заготовка как будто бы занимается какой-то собственно пейзажи ки горы мы с вами где-то высоко кстати едем вон наш грузовичок стоит прям реально можно просто молча смотреть красиво но мне нравится прям нравится вообще кстати это мы с вами все ближе ближе к башкортостану кстати сима город сим это у нас что сим горд я сейчас прямо посмотрю город в ашинском районе челябинской области россии то есть еще не башкортостан да или уже ну-ка интересно башкирия это да вроде бы нет но по крайней мере википедия такого не рассказывает поэтому ладно но видите да уже как постепенно меняется все так 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 аккуратненько выезжаем но вот здесь кстати уже довольно таки опасно потому что здесь много всяких поворотов разворотов и тут уже действительно можно улететь куда-нибудь куда-нибудь не так завернуть и все и пишу пропала топливо еще есть аварийно опасный участок собственно о чем я и говорила миньор добро пожаловать город сим спасибо но нам надо дальше вы ничего не видели вы ничего не видели я хотела вам показать город немножко показала как стукнула грузовик ну а ничего страшного до москвы 1590 километров уже очень-очень-очень много осторожненько кстати не знаю наверное попробую припарковать грузовик задом опять у нас магазинчики слева что-то типа шиномонтажки справа тоже шиномонтаж слева кафешка люди продают овощи фрукты но реально достаточно кстати реалистично потому что когда в реальной жизни едешь по трассе я тоже периодически встречаются вот эти вот люди которые продают фрукты овощи кафешки всякие очень много всяких мотелей где можно остановиться на это наверное для дальнобойщиков либо для людей которые едут на какие-то дальние дистанции что я когда вы даже когда меньше было когда мы с родителями путешествовали мы как-то вот в кафешке заходили бывало но чтобы прямо останавливаться где-то в мотеле с ночевой такого никогда не было то есть так далеко на машине я никогда с родителями не уезжала никуда москва аша а нам в уфу нам надо в уфу аша город металлургов 1898 три толстяка регион 74 кафе аша авто отелье у жорика супер блин вообще она вот но круто вообще круто так аккуратно аккуратно интересно вот когда выйдет делась и сердце россии она же когда-нибудь выйдет там вдоль трассы будут стоять вот такие кафешки как здесь потому что если их не будет то это не россия потому что мне кажется что на любой российской трассе вот это вот сто процентов всегда есть башкор тостан ребята вот вот добро пожаловать в республику башкор тостан иглинский райончик все мы с вами пересекли границу мы с вами в башкор тостане мы с вами в башкирии так я жду жду пейзажей я жду интересного ландшафт дороге кстати что касаемо качество дорог дороге все ровные гладенькие я не знаю насколько это правда но по крайней мере по ним приятно ехать так он уже у нас указатель на уфу до уфы ребята осталось 95 километров 94 совсем немножечко можно сказать что мы с вами уже на подъезде куфе среди какой красивый закат кстати давайте обгоем я думаю там вроде встречных нету машин так 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 впереди вижу какую-то стеллу или это от заправки наверное от заправки и слушайте там кажется опять обзорная . да да так надо это у нас заправка этот нам на заправку не надо башнефть башкирская нефть 46 рублей 44 я так понимаю цены на обновленной версии карты цены наиболее актуальные на данный момент это помните мы с вами катались как-то уже так 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 тоже по всяким картам и там бензин вообще 90 до 92 там 22 рубля круче очень дешево и где обзорная . это не обзорная это что это мерседесы такая не за мерседесом приехала мне мерседес пока не надо меня пока денег на мерседес не не до свидания мне не надо а где обзорная . я неправильно поехала поможем отсюда зато развернуться и главное стоит рено напротив навалив мерседесов я вообще подумала что это макдональдс сначала вы что было похоже и все ладно выезжаем отсюда нам с вами надо в уфу а где обзорная . то дальше что ли будет мне нужна обзорная . где ничего нет может не показалось что она должна быть ну ладно я думаю что в уфе должна быть точно какая-то обзорная . ехать нам с вами кстати нам с вами осталось ехать 68 километров немножко немножко осталось можно сказать что мы уже почти приехали свои впечатления об этой карте вы конечно же можете оставлять в комментариях мне будет очень интересно почитать ваше мнение об данной карте именно об этом участке дороги по которому я сегодня ехала пишите понравилось ли вам чтобы вы хотели добавить или может быть вы что-то хотели бы убрать их было бы интересно просто это почитать но мне кажется вообще все супер мое мнение таково я его уже не один раз озвучила так аккуратно аккуратно поворачиваем сколько там у нас 34 километра совсем немножечко осталось так родитель что-то там про родителей какое-то наставление слышите вот мотать время или нет по идее это конечно если я перемотаю мне придется платить неустойку загруз а с другой стороны у меня 9 миллионов и казалось бы какая разница но не знаю не знаю а с другой стороны сделать посветлее и вам все показать но хотя почему бы и не посмотреть на ночную уфу например да так нам сюда аэропорт 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 мы едем в сторону аэропорта получается уфа аэропорт уфа прикольно аэропорт а вот так вот мы проедем мимо аэропорта сушите было бы очень круто если бы мимо него проехали парковка большая так мне надо здесь повернуть самолетики будут в аэропорту или нет самолетики покажите мне где аэропорт я хочу где вот это аэропорт так давайте я груз сдам и наверное перемотаю все-таки время грузовой терминал а я куда-то в аэропорт привезла что ли это а вакцины для самолета вот понятно а а точно у меня же господи все это время на прицепе было написано аэробалтика понятное дело что это что-то для самолета так я конечно не гарантирую что я сейчас встану так 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 поп поп так по все почти идеально получилось так груз я доставила но на этом моменте ролик подходит концу очень надеюсь что вам понравилось данное видео обязательно ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал если вы еще почему-то на меня не подписаны но мы с вами встретимся в следующих роликах и стримах всех целую обнимаю и всем пока